Во власти обмана. В Могилеве сразу несколько человек пострадали от рук мошенников. Женщина хотела купить через социальную сеть мобильный телефон, однако лишилась денег. Как уберечь кровное? Не пробила чек. Могилевчанка брала чужое как свое. Не фиксировала продажу через кассовый аппарат, забирая деньги за сделку себе в карман. На что ушла выручка? Свернул не туда. Бобруйский школьник совершил ДТП и скрылся с места аварии. Госавтоинспекция призывает родителей следить за досугом своих детей. Подростковый бунт или плохое воспитание? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся в 6 минут. Засекайте. Летел сломя лоб. 2 апреля около 10 утра на перекрестке Минской и Георгиевского произошла авария с участием двух Вольсвагенов. ГАИ установила. Водитель бикроавтобуса проехал на красный и влетел в такси. В результате ДТП шофер последнего с травмами госпитализирован. Пассажиры из обоих машин не пострадали. ГОИ напоминает. При пересечении перекрестков будьте бдительны. Не пытайтесь проскочить на мигающий или запрещенный сигнал светофора, чтобы не стать виновником трагических последствий. Дерзкий поступок. В Бобруйске подросток совершил ДТП и скрылся с места аварии. 16-летний парень решил поиграть во взрослого. Ключи молодой человек взял у отца. Правда, трип был недолгим. Школьник не справился с управлением и влетел в припаркованное авто. После чего скрылся. Но уже через пару минут сотрудники ГАИ задержали бунтаря. Госавтоинспекция призывает родителей следить за досугом своих детей и не допускать совершения ими нарушения правил дорожного движения. В избежание трагических последствий. В отношении подростка составлено четыре протокола. Они будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дачи правовой оценки. Череда потерь. Сразу несколько заявлений о мошенничестве поступило от жителей областного центра. Перед покупкой в интернет-магазине лучше проверить подлинность и почитать отзывы. Могилевчанин решил купить подарок в соцсетях. Мужчина договорился о доставке. Перевел на указанный счет около 400 рублей. Однако заказа так и не дождался. Продавец исчез. Женщина хотела купить через социальную сеть мобильный телефон. Однако лишилась денег. После перевода около 1300 рублей на расчетный счет, указанный продавцом, последний перестал выходить на связь с покупательницей. Еще одна 23-летняя местная жительница планировала приобрести шубу из искусственного меха за 300 белорусских рублей. Девушка нашла интернет-магазин, который предложил ей возможные варианты верхней одежды. Могилевчанка перевела на чужую банковскую карту деньги и вскоре поняла – ее обманули. Предложение о покупке товаров по низкой цене должно насторожить. Не вносите предоплаты. Оплачивайте товар только после доставки. Рекомендуют правоохранители. Мимо кассы. В областном центре продавец-консультант похитила более 1000 рублей строительными изделиями. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями был установлен факт хищения товарно-материальной базы одного из магазинов Могилева. В преступной деятельности улична 46-летняя местная жительница. Установлено, что женщина на протяжении месяца продавала покупателям строительные изделия, однако не фиксировала продажу через кассовый аппарат, забирая деньги за сделку себе в карман. Вырученные средства женщина тратила на личные нужды. За присвоение и растрату имущества возбуждено уголовное дело. Огненное поле. На днях в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании сухой растительности вблизи деревни Новая Беларусь. Из-за шквального ветра пламя разрушивалось не на шутку. Для борьбы с горением пришлось задействовать 4 подразделения спасателей. В продолжительной схватке со стихией удалось справиться. В результате огонь повредил более 3 гектаров растительности. К счастью, все обошлось без жертв и уничтожения имущества. Зачастую при уборке на территориях и при усадебных участках люди прибегают к разведению костров. Напоминаем, что это делать не запрещено. Важно помнить про главное правило. Во-первых, перед разведением костра важно очистить территорию от сухой растительности и горючих веществ. Также помните, что разводить костер важно на безопасном расстоянии. Таком, при котором пламя и искры не попадают на горючие конструкции. Также всегда смотрите за костром и при себе имейте инвентарь и первичное средство пожаротушения. Горение сухой растительности не всегда обходится без потерь. За последние годы в бесконтрольной стихии погибло два пенсионера. Огненное страсти. Бобруйчанин из-за ревности чуть не взорвал чужой дом. В середине марта на улице Рябиновой возлюбленным чудом удалось уцелеть. В МЧС поступило тревожное сообщение о возгорании котельной частного дома. Спасатели ликвидировали последствия моментально. Хронологию произошедшего восстановила следственно-оперативная группа. К случившемуся причастен 60-летний житель районного центра. Еще недавно он сожительствовал с бывшей супругой хозяина жилища. Однако пара разошлась, а женщина вернулась к бывшему супругу. Обиженный экс-возлюбленный практически преследовал женщину и следил за ней. Благодаря камере видеонаблюдения, установленной на соседнем доме, правоохранителям удалось оперативно установить и задержать причастного к произошедшему жителя Бобруйска. Женщина по приметам опознала своего недавнего ухажера. 60-летний бобруйчанин находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютьюбе. Я Роман Костюков. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»